Друзья, всем привет! Что будет с орхидеей, если ее посадить в чистый древесный уголь? Таким вопросом мы вместе с вами задались 7 месяцев назад. И ради эксперимента взяли одну из наших орхидеи, купленных уценочкой в магазине. А шантам же мы купили этот древесный уголь, древесный уголь из березы, березовый древесный уголь специально для шашлыков. Он ничем не пропитан, он чистенький, хорошенький древесный уголь. И посадили нашу с вами орхидеечку в этот компонент. И вот спустя 7 месяцев, сегодня вместе с вами, я предлагаю посмотреть, подвести такой, может быть, окончательный итог, а может быть, промежуточный итог. Это, друзья, мы в процессе видео и осмотра этой орхидеи примем решение. И вы решите, что мы будем дальше с ней делать. Итак, друзья, я сейчас беру камеру, и мы вместе с вами пойдем смотреть на эту орхидею. Она у нас все это время находилась на деревянном стеллаже, на деревянном стеллаже при определенных условиях. Ну, давайте поподробнее все вместе с вами рассмотрим и посмотрим. Итак, друзья, минуя охрану орхидейного кота, мы движемся к нашему с вами стеллажу. Вот он стеллаж, на котором стоят героини нашего канала, которые принимали участие и принимают участие в наших с вами видео, начиная с 2017 года. И вот такие вот они все красоточки. О, посмотрите, какая красота! Сколько много зеленой ботвы! Но нас больше всего интересует вот эта вот малышка, которая находится в древесном угле. Вот она, самая наша с вами красавица. Вот она. Сейчас я ее возьму, переверну, чтобы было ее хорошо видно под освещением. Вот в таком она сейчас, друзья, состоянии. Итак, что мы видим? Что мы видим от первоначальной той орхидеи, которую 7 месяцев назад мы вместе с вами сажали. Давайте я ее на пол поставлю, а то мне неудобно одной рукой снимать, второй рукой держать, а третьей, к сожалению, руки нету, чтобы показывать, что с ней происходит. Итак, что мы видим? Ну, во-первых, механические повреждения, которые у нас оставил тот самый орхидейный кот Митя. Помните, когда мы ее пересадили и перед первым поливом после посадки в древесный уголь, он вот первый раз за всю историю, первый, наверное, и последний раз за всю историю, вот надкусил листик. Как видите, с листиком у нас все хорошо, орхидея жива, собственно говоря, как и сам кот тоже живой. Дальше, наша орхидея имела такое вот, знаете, обстоятельство. У нее листик при покупке был механически, вот видите, оторван с одной стороны от основания, плюс попал еще на окне под прямые солнечные лучи. В итоге с листиком у нас произошла вот такая вот оказия. Он подсох, но, друзья, вот это все дело было несколько месяцев назад, то есть это не получило продолжение. То есть вот как есть, так и есть. Дальше, что мы видим? Видим великолепно отросший в середине из основания вот такой вот листочек. Смотрите, какой он прям, смотрите, атласный такой на отсвет от лампочки. Вот так вот он отсвечивает прекрасно. Что еще видим у этой орхидеи? Видим, что у этой орхидеи вырос огромный длинный корень, воздушный. Посмотрите, его у нас с вами не было. Когда мы сажали, у нее вот этих вот корешков вообще не было. То есть это вот этот корешок появился, вот этот корешок и вот этот длинный отрос корень, причем он продолжает расти. То есть орхидея находится в стадии роста. И мне очень, наверное, как и вам, хочется заглянуть, что же у нее там внутри, друзья. Как она чувствует себя, что у нее происходит с корневой внутри. Но, к сожалению, вот посмотрите, тут паутинка даже какая-то. Кто-то из паучков пытался что-то там сплести. Но, видать, не получилось, потому что мы ее поливаем периодически раз в две недели. Последний раз, вот видите, капли от ножек у нее остались, капельки воды. Мы ее поливали 31 декабря. Сегодня у нас 10 января. То есть получается 10 дней назад. И по тяжести горшка я чувствую, что вот здесь очень и очень много еще влаги достаточно. Я думаю, что еще на неделю точно воды хватит. Но мне, конечно, хотелось бы ее покрутить, повертеть и прям посмотреть сквозь вот этот вот горшок, сквозь стенки горшка, что там у нее. Но, к сожалению, кроме старых корней вот этих вот, которые по всей вероятности отмерли после пересадки, я, к сожалению, ничего не вижу. Ну, либо из-за того, что слишком плотно мы утрамбовали древесный уголь, либо корни растут в другую какую-то сторону. Но вот я корней не вижу, которые стремятся у нее к стенкам горшка. Что там у нее внутри происходит, я не понимаю. Поэтому у меня, соответственно, вопрос, друзья, что мы будем делать с ней? Продолжим эксперимент и будем за ней наблюдать дальше. Дальше за ней будем наблюдать. Либо мы ее распотрошим и посмотрим, что с корневой системой у нее там происходит. И по результату осмотра корневой системы уже сделаем какие-то выводы. И либо ее пересадим, либо оставим в открытой системе. Ну, в общем, по результату осмотра корневой системы мы с вами и решим, что с ней делать. Либо вот так вот, как говорю, оставим и дальше будем смотреть, что с ней происходит. Тем более, что вот посмотрите, у нее воздушный корень прекрасно растет, наращивается активно. И ползет в сторону полочки туда внутрь. И, соответственно, вот этот вот листочек наращивается. Все это время, последние несколько месяцев, она у нас с вами находится вот на этом стеллаже. На котором, собственно, прошу прощения. Вот так вот я поставлю. Вот здесь она у нас находится. На котором, собственно, и остальные орхидеи. И вот хочу, друзья, вас обратить внимание на то, что здесь, на этом стеллаже под лампами у орхидеи стали вытягиваться, посмотрите, стали вытягиваться листья. Посмотрите, какие длинные. До этого вот такой вот, знаете, характерной, какой-то такой отличительной особенности не было. То есть листья были, в принципе, все одинаковые. Такие, знаете, полукруглые. Я вот так вот камеру покажу. Ну вот сейчас, с моментом, с того момента, как я поместил все эти орхидеи на вот этот вот стеллаж. И сделал высоту, высоту подсветки на полке. Здесь вот высота полки, друзья, 90 сантиметров. 90 ровно сантиметров. Что внизу, что вверху. А лампы, получается, Юнелл 18-ваттные. Они, получается, находятся над поверхностью листьев. Ну вот сколько здесь высота самого горшка? Ну, наверное, на высоте, на высоте, наверное, 70-60-75, наверное, сантиметров. То есть площадь освещения идет вот от этой лампы. И вот листья стали расширяться. Стали вот такими вот лопатообразными. Прямо посмотрите, у всех наших с вами орхидей, чего я не наблюдал до этого. До этого все было совсем по-другому. То есть, видите, характерно все. Характерно вот такие вот огромные, длинные, вот такие вот пересаженные недавно тоже орхидеи. Стали удлинять, расширять площадь листьев. Вот такая вот интересная картина. Ботва растет, листья растут, корни растут и прекрасно начинают вытягивать, в том числе, цветоносы. Но, друзья, было бы, наверное, несправедливо принимать какие-то решения только вот по одной орхидее, которую у нас, к сожалению, только одну мы посадили в древесный уголь. Было бы, наверное, несправедливо принимать решение вот по итоговому состоянию вот этой вот орхидеи, не рассмотрев древесный уголь в посадках с другими компонентами. И мы вот его использовали, еще древесный уголь мешали 50 на 50 с керамзитом. И вот у нас как раз здесь присутствует несколько орхидей, которые мы вместе с вами сажали в грунт 50 на 50, мешали керамзит и древесный уголь. Вот одна из них, вот такая вот красоточка, посмотрите. Прекрасно, по-моему, она себя чувствует. Раскуклила корневую систему. Посмотрите, видите, корни раскукленные у нее. Вот, смотрите, хорошо себя чувствует. Кстати, эта орхидея тоже у нас поливалась. Здесь все орхидеи поливались, друзья, 31 числа, то есть 10 дней назад. То есть, видите, серебристые корни, корни растут. Вот здесь у нас грунт 50 на 50 с древесным углем. Кстати, вот эту нашу недавнюю героиню я вот именно сюда переместил. Вот то, о чем я и говорил, что вот в колотом керамзите, в закрытой системе, мы с вами каменную розу поместили вот на эту полочку. Потому что здесь температурные режимы как раз способствуют именно больше, наверное, фотосинтезу и росту. Росту, наращиванию орхидеями, наращиванию листвы, ботвы, вот этой корневой системе. Как раз вот я буквально на днях был в магазине. Купил градусники. Вот такие вот под дерево мне попались. Хочу их разместить где-то вот в области. Вот сюда, может быть. Может быть вот так вот, чтобы на полочку, на уровне горшков. Один здесь и второй снизу, чтобы было видно, какая температура. Но температура в настоящий момент сейчас 24 градуса. Видите, да? То есть самая оптимальнейшая температура дневная. То есть 24-26 градусов. И ночью здесь температура опускается до 16-17 градусов. Друзья, вот этот вот оптимальный перепад и хорошее освещение, правильно, плюс влага способствует, вот посмотрите, вот такому вот, ну я не знаю, прям листовому образованию. Смотрите, какие лопасти. Просто огроменные листья. Вот так вот здесь так совпало, что на втором этаже, где находится именно в холле, холл прохладный, холл прохладный. Вот именно здесь вот такие вот, друзья, температуры, в отличие от других комнат и других помещений. Ну, зацветающие орхидеи, это я вам в другой раз покажу в другом видео. Кстати, еще одна из орхидеи прекрасно растущих в грунте с древесным углем. Вот здесь вот колотый керамзит и древесный уголь. Это наша с вами золотая рыбка. Тоже была пересажена, посмотрите, она цветочки на старом цветоносе дорастила и выпустила новый цветонос. И тоже, посмотрите, какие длинные, роскошные, еще не успевшие пылью затянуться, листья у нее растут. И тоже огромные, посмотрите, какие огромные. И еще, друзья, хочу вам показать орхидеи, точнее напомнить, буквально несколько дней назад мы вместе с вами смотрели вот эту роскошную мультифлору, которая тоже была посажена в 50% древесного угля и колотого керамзита в прямом эфире несколько месяцев назад. Она была уже квелой, отсветшей. И вот сейчас она, посмотрите, нарастила новый, вот такой деревообразный цветонос. Плюс дорастила старый, один из старых цветоносов. Вот так она цветет. Но, друзья, было бы совсем несправедливо и опрометчиво с моей стороны, если бы я вам не показал сейчас орхидею, не покажу вам орхидею, азиатскую орхидею, которую мы из мха достали и пересадили в древесный уголь. Ну, конечно, не в чистый древесный уголь, но мы ее посадили слоями. Мы на дне положили дренаж из керамзита, потом всю нижнюю часть корневой системы этой орхидеи мы поместили в древесный уголь. И чтобы быстро все это дело не испарялось, присыпали сверху мелким керамзитом. И эта орхидея находится за моей спиной. Вот эта красотка. Более того, она у нас, друзья, выпустила, пусть небольшой, но первый в своей жизни цветонос. Вот это наша с вами орхидея. Вот она, эта красоточка. И вот ее цветоносик на пару цветочков, друзья. Но это не обычная, друзья, орхидея. Это, во-первых, азиатка. А во-вторых, это обалденный фуллерс, друзья. Орхидея фуллерс. Когда ее второй близнец у нас есть, осталась она в чистом хеп. Буквально уже раскрыла три своих бутона. Но еще цветы не набрали своей величины. Я вам обязательно ее покажу. Это та самая орхидея, которая похожа на вуду. Орхидею, наверное, самую желанную среди послекаменной розы. Самую желанную. Самую, наверное, недоступную. Самую, 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 на которой по несколько, не то что месяцев, по несколько лет очередь стоит. Это вот копия, точнее, ну почти копия вот этой вот орхидеи. Это орхидея фуллерс. И она у нас, друзья, наполовину в древесном угле. Нижняя часть корней у нее находится в древесном угле. Вот такие вот, друзья, у нас с вами результаты по использованию древесного угля. Вот так у нас растут орхидеи. А по поводу той орхидеи, которую мы посадили в чистый древесный уголь, напишите, конечно, что мы прекратим эксперимент. Как когда-то нам писали, прекратите издеваться над орхидеей. Посадите ее в кору. Ну, друзья, на то у нас и канал, что мы проводим всевозможные эксперименты. Смотрим. Потому что не все могут это себе позволить. И не все могут ожидать те или иные результаты, которые хотят. Всегда это бывает... Ну, не всегда, но зачастую это бывает очень-очень негативно. Так пусть лучше это будет на нашем канале различные шишки и неудачи, чем это будет у вас. И на нашем примере вы обойдете все ошибки. В общем, друзья, пишите, что мы сделаем, стоя с орхидеей. Достанем, распотрошим ее, посмотрим, что там у нее с корневой системой. Либо продолжим дальнейший уход, но с какими-то либо поправками. В общем, вот такое сегодня видео. Всем, друзья, добра здоровья и до встречи в следующем видео. Всем пока-пока.